Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Леар. И сегодня у нас будут две очень интересные машины, которые вы, возможно, увидите в первый раз. За основу создания этих машин были взяты стандартные образцы носорога и лендрейдера. Первой машиной будет Рина Примарис, модифицированный вариант носорога, выполняющий сразу несколько задач. Рина Примарис по названию можно спутать с Примарис Рина, который не на гусеничном ходу, и также имеет название Импульсор. Первое, что стоит сказать про носорог Примарис, это одна из самых эффективных и важных командирских боевых машин. Выполняя функцию сбора информации и командования, Рина Примарис является штабом управления в зоне боевых действий и на дальних рубежах. Поскольку он является улучшенным вариантом стандартного носорога, он также может перевозить солдат в количестве шести штук, но не может перевозить терминаторов, десантников с прыжковыми ранцами и Примарисов. Да-да, не удивляйтесь, Рина Примарис не может перевозить Примарисов, но может перевозить обычных десантников. Самое важное, что стоит подчеркнуть в этой боевой машине, это ее схожесть с Дамоклом, другой боевой машиной командования и разведки. Поначалу можно подумать, что Рина Примарис это улучшенная версия Дамокла, но нет, у них разные задачи, хоть боевые машины с виду и похожи. У меня уже был ролик про Дамокл, поэтому я кратко напомню вам, что это улучшенная версия носорога, которая находится позади других войск и функцию БТР не выполняет. А вот Рина Примарис уже выезжает на передовую, выполняя перевозку войск и при этом несет на себе сверхмощные авгуры, кагитаторы и устройства связи. Эти устройства установлены на верхней части корпуса носорога, что открывает возможность для внутренней загрузки и перевозки войск. Казалось бы, что это за штаб такой, который перевозит командиров и сразу же рвется на передовую, его же сразу же могут подбить. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В отличие от Дамокла, который сидит где-то в кустах, собирая информацию о противнике, Рина Примарис очень часто действует с лендрейдером Эксельсиором. Это лендрейдер, о котором мы поговорим чуть позже. Он старается ехать впереди, а Рина Примарис позади, прикрываясь огромным танком. А в гуры, кагитаторы, устройства связи и обнаружения действуют намного дальше. Поскольку эти две грозные боевые машины приближаются вплотную к врагу и обладают орбитальной мощностью. Еще с дальнего расстояния, замечая первых противников, они посылают о них информацию кораблю, после чего с орбиты по врагам ведется тяжелый обстрел. Мощная орбитальная бомбардировка корабль-поверхность практически не оставляет выживших. Давайте посмотрим, что несет на себе эта боевая машина. Сдвоенные плазменные пушки. Это основное оружие на машине. Сервочереп-концентратор. Это еще одна из важных частей этой боевой машины. Смысл этого сервочерепа заключается в починке техники. То есть, если машина получает повреждения, у нее есть возможность восстановиться. Также можно починить ближайшую технику. Орбитальные и улучшенные авгуры, через которые передается информация. Также может нести на себе дополнительную броню от баубульдозера, прожектор, дымовые гранатометы и ракету Охотник-Убийца. Второй нашей машиной на сегодня будет редкий Landraider Excelsior. Landraider Excelsior обладает теми же свойствами, как стандартный Landraider, но при этом выполняет функцию управления, контроля десанта по всей поверхности планеты и поддержки Рина Примарис. Проще говоря, он как все остальные Landraider, но уже с командирскими и разведывательными целями. Действуя вместе с Рина Примарис, он является для него крепким щитом, пока тот собирает информацию, что в свою очередь являются карающим мечом для врагов. Рина Примарис передает из своих орбитальных авгуров космической барже, куда стрелять по врагам, но поскольку на Landraider Excelsior тоже стоит авгур, собирающий данные, точность на попадание, разумеется, увеличивается. При совместной работе, после высадки, находясь даже вдалеке от зоны боевых действий, эти командные танки могут обеспечить победу всего за несколько часов. Landraider Excelsior везет в себе командора, который отдает приказы над всеми войсками. Этот Landraider, как и Рина Примарис, тоже не может перевозить Примарисов, он может перевозить только 10 обычных десантников, а все потому, что эти две машины создавались по стандартным шаблонам, и Примарисы в них просто не влазят. Давайте посмотрим, что несет на себе эта боевая машина. Грави-пушка с Грави-усилителем. Грави-усилитель – это чудо древней технологии, фокусирующее Грави-поле для Грави-пушки. Две сдвоенные Лас-пушки. Авгуры. Они, конечно же, не такие сильные, как у Рина Примарис, и больше похожи на фгуры Дамокла, поэтому сам по себе этот Landraider направлять постоянные удары космического корабля не может, но зато может собирать данные и передавать Рина Примарис, с которым он вместе работает. Далее идет защитный щит Аквиллы. Новое дополнение к арсеналу Адептус Астартес. Защитный щит Аквиллы – это защитный энергетический щит, очень похожий на более мощные пустотные щиты. Создаваемые имперскими космическими кораблями, которые могут отражать определенное количество входящей направленной энергии и кинетического огня, пока не будут подавлены. И Жезл Командование. Капитану Космодесанта позволяется взять ценную реликвию Ордена, которая будет вдохновлять воинов на подвиги и поддерживать их боевой дух. Капитан открывает верхний люк Лэндрейдера и, подвергаясь вражескому огню, высоко поднимает Жезл, чтобы показать врагу свое бесстрашие. Ну и плюс ко всему – дополнительное вооружение Лэндрейдера, от дополнительной брони до различных оружий. Ну что же, друзья, сегодня мы поговорили о двух командирских боевых машинах, которые, наверное, одни из самых эффективных, если действовать в связке. Лэндрейдер защищает своим энергощитом, при этом Рино Примарис чинит его сзади. Это не говоря уже про орбитальный обстрел. А где тут Примарисы? А их тут нет. Это танки обычных космодесантников, потому что по правилам игры космодесантники Примарисы просто не могут в них залезть. И слово Примарис у Рино Примарис означает не то, что в нем катаются улучшенные десантники, а то, что он главный, командный, первый среди других Рино. А как вы думаете, смогли бы Примарисы поместиться в этих боевых машинах? Конечно же, напишите об этом. А я желаю вам всего хорошего и пока-пока.